МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Опыт двух самых одиозных и откровенно презираемых диктаторов белорусского Лукашенко и венесуэльского Матура будет использован Владимиром Путиным для удержания власти. А это значит, впереди мир ждет еще больше лжи, больше ненависти и больше насилия". О том, что Кремль окончательно определился со стратегией и тактикой борьбы с оппозицией и не готов даже к формальной и недолгой, как в случае с чучелом президента Дмитрием Медведевым, смене первого лица, осведомленные источники в российском правительстве сообщили сразу нескольким уважаемым иностранным изданиям. Одно из этих изданий, американский бизнес-инсайдер, использует оборот венесуэльско-белорусский сценарий, описывая подходы Кремля к поставленной задаче. Задачи обеспечить максимально долгое, желательно пожизненное, единоличное правление Путина. Таким утечкам, скорее всего, стоит верить. Российские власти не просто так их устраивают, да еще и через медиа совершенно точно ими неконтролируемые. С помощью таких вот сливов Кремль дает понять внешнему миру, что не собирается меняться и отказываться от часто абсолютно преступного поведения. А еще и посылает внутренней оппозиции вполне однозначный сигнал. Подчинитесь и смиритесь, иначе вас ждут аресты, пытки, высылки, разорения и постоянный страх. Ведь что такое венесуэльско-белорусский сценарий? Это, например, бесследное исчезновение видных оппозиционеров. Вот в Минске за годы правления Лукашенко пропало несколько активных оппозиционеров. Скорее всего, и это подтверждают силовики-перебежчики, эти люди были убиты или запытаны насмерть в застенках белорусского КГБ. А еще венесуэльско-белорусский сценарий – это массовое изгнание недовольных из страны. Вон из Беларуси за полгода протестов уехали десятки тысяч человек, а из Венесуэлы так и вовсе сбежали миллионы. Кроме того, этот сценарий предусматривает разорение любого бизнеса, заподозренного в поддержке протестов, ужесточение цензуры и тюремные сроки за любую критику любых действий властей. То есть Россия недалекого будущего – это еще больше сфабрикованных уголовных дел, еще больше нищих, еще больше беженцев при отсутствии в легальном поле настоящей оппозиции. Российская оппозиция изо всех сил пыталась влезть в это самое легальное поле, отчаянно старалась соблюдать все правила политической игры, словно отказываясь верить в то, что созданы эти правила правящими шулерами для самих себя. Главным преступлением этих шулеров оппозиция объявила коррупцию и занялась выведением на чистую воду подрядчиков, субподрядчиков и подставных лиц, участвующих в схемах незаконного обогащения царствующей верхушки. Именно нездоровая страсть высшего чиновничества к красивой жизни была поднята оппозиции на щит в качестве доказательства того, что чиновничество это должно быть смятено и заменено другим. Куда более кошмарной, чем воровство бюджетных денег преступления, российской оппозиции или игнорировались, или даже поддерживались. Так оппозиционеры запросто открывают филиалы своих фондов и организаций в оккупированном Крыму советуют украинцам смириться с потерей полуострова или, но это самые совестливые, обещают когда-нибудь в будущем проведение некоего честного референдума, на котором должна решиться судьба региона. Куда больше, чем на все геленджикские дворцы и домики для уточек деньги уходят на инсценировку судебных процессов над крымскими татарами, на содержание концлагерей, выкупированных в Донецке и Луганске, на танки, ракеты и зарплаты захватчикам совершенно преступно и подло в нарушении всех мыслимых договоренностей, вторгшихся по приказу российских властей на украинскую землю. Почему издевательства над людьми где-нибудь в Донецкой изоляции, оккупация территории суверенного государства или убийство пассажиров Боинга малазийских авиалиний не становятся для российской оппозиции главными доводами в пользу смены режима? А вот воровство бюджетных денег становится. Да все потому, что оппозиция все еще надеется на победу, на честных выборах, а российскому избирателю ой как нравится захват Крыма. Он млеет от мнимых побед, мнимых республик Донбасса над украинской армией, гордится убийствами украинских граждан, российскими наемниками. Он считает почти 300 невинных жизней, унесенных одним пуском Бука, более чем допустимой ценой за восстановление имперского величия. Он, этот избиратель, никогда не проголосует за того, кто назовет все вышеперечисленное бандитизмом и беспределом. Поэтому оппозиция и не спешит критиковать власти за самые кошмарные из совершенных ими преступлений. И пока лидеры этой оппозиции не поймут, что нельзя делить преступления режима на допустимые и недопустимые, на полезные и вредные, пока они не осудят однозначно войну и оккупацию, пока не впишут в свои программы обязательство вернуть все украденное у соседей и покаяться за убийства и грабежи, вот пока всего этого не произойдет, ни на какие позитивные перемены в России рассчитывать, к сожалению, не приходится. Редактор субтитров А.Семкин